Деревня Творогова Деревня Творогова находится в Емельяновском районе Красноярского края. С момента ее основания прошло более 300 лет. Деревня Творогова Вторые предметы одежды, а третьи вовсе гастрономические, например, как деревня Творогова. Однако, как нам удалось выяснить, вопреки расхожему мнению, это название совсем не связано с одноименным молочным продуктом. Основателем деревни Твороговой является беглый каторжанин Иван Творогов. Он построил на берегу речки Качи маленькую хотенку, и с этой хотенки и образовалась деревня Творогова. Вскоре там стали селиться другие жители. Многие из них были отправлены сюда в ссылку. По легенде, в Творогово были направлены бунтующие казаки от Красноярской шатости по Тылицыне. Этот род казачий до сих пор здесь живет, и не только здесь, в Творогово, но и по всему Емельяновскому району. Есть еще одна легенда об офицере Собачевском. Считается, что он прибыл сюда еще с Дубинским, с Польши, и называли их черкесами. У Творогова потомков фамилии нет, а по Тылицыне – это наша самая распространенная фамилия. И потомки Собачевских есть. Вообще есть такие упоминания о том, что Творогов являлся членом Думы при Пугачеве. Я встречала еще вот эту фамилию в поэме Есенина Пугачев. Первое упоминание о деревне Творогово было найдено в переписи почти 240 лет назад. Согласно ей, в деревне проживало 39 душ мужского пола. Женщин в той переписи нет, ведь тогда это было не принято. Жизнь в те времена в селении была непростой, практически никто не учился. Медицинского обслуживания не было. По историческим сведениям, около 200 лет назад за старым трактом росла тайга, а волки и медведи ходили по деревне. В то время крестьяне крыли сарай прутьями. И однажды волки раскопали несколько крыш сараев, залезли внутрь и порезали всех овец. Крестьяне ходили на волков с вилами, ведь домашний скот был жизненно необходим. Это и молоко, и мясо, и помощники в поле. Поэтому его как могли берегли и защищали, и ухаживали за ним особо. В прежние времена воду для питья местные жители брали из реки Кача, она была очень чистая. А на зиму для того, чтобы поить скот, запасали лед и складывали в подвалы своих домов большие глыбы. Земля Емельяновская многое помнит на своем веку. По древнему сибирскому тракту, ныне это федеральная дорога Байкал, мимо деревень, в том числе и Творогова, в разные годы 18-19 столетия проезжали в Кибитках и на Санях известные писатели Александр Радищев и Антон Чехов. А в начале 20-го столетия с творческим визитом здесь были Виктор Астафьев, Игорь Рождественский, Анатолич Михайлов и другие. Кроме того, в Творогово были обнаружены археологические находки, которые датируются концом 7-го, началом 5-го века до нашей эры и относятся к тагарской культуре. Они были переданы в Красноярский краеведческий музей. В 20-е годы прошлого века в Творогово был образован колхоз «Наука». А недалеко от деревни стоял полевой стан, где постоянно жили и работали колхозники. Но помимо этого была в колхозе одна особенность. Кроме сельскохозяйственной деятельностью, они занимались также выращиванием племенных рысаков и занимали почетные места на ипподроме в городе Красноярске. У меня дядя, Могилин Александр, он был. Они ездили раньше, вот у меня фотография тоже где-то старая была, на гонки, на скачки всякие. Ну вот у них зимние были, вот он на санях ездил, правил лошадью. Это было вот, ну это у нас была большая конюшня очень. Весной коней отправляли в город на ипподром, а на зиму возвращали в Творогово. В деревне держат лошадей до сих пор. Правда, это уже не породистые орловские рысаки, и в скачках они не участвуют. Сейчас на них местные жители ездят по своим нуждам, а также пасут стада пастухи. В сороковые годы прошлого века началось объединение колхозов, и в Творогово образовался колхоз имени Буденова. Кстати, первым трактористом там был потомок одного из первых жителей деревни. В 1957 году был образован совхоз Емельяновский, в который влился колхоз имени Буденова. Работали в совхозе дружно, жили как одна семья. Позже совхоз распался. Но сами люди, несмотря ни на что, остались такими же дружными. Сохранили общие интересы и уклад жизни. А раньше было, деревня если гуляет, вот какой праздник у нас строится, или что, вот мы в деревне, вот своя улица, все собирались где-нибудь на какой-нибудь лавочке, сидели, гуляли. Было все просто. В это же время деревня начинает благоустраиваться, и быт местных жителей становится более комфортным. Свет в деревне был проведен в 1953 году, а в 1060-м появился первый телевизор. Сейчас в Творогово насчитывается 540 жителей. Большую и приветливую семью местного священника здесь знают все. Настоятель местной церкви, увидев нашу съемочную группу, радушно пригласил к себе в гости. Господь благословит, все, проси Господи. Отец Роман живет в Творогово уже около 30 лет. Сюда в свое время приехали его родители. А сейчас у него здесь уже свой дом, который, кстати, он построил своими руками, и пятеро ребятишек. Дети во всем берут пример с родителей. Самый младший уже пытается помогать по хозяйству. Да, иди цветочки поливай. Которые засохли уже. В этом году в семье священника сделали для жителей любимой деревни необычные подарки из воска. Идея пришла родному брату, отцу Романа, кстати, тоже священнослужителю. Потрудился, как-то дома изобрел у себя какой-то там специальный аппарат для ихнего изготовления. И вот такие вот интересные свечки у нас в храме есть. Храм во имя иконы Божьей Матери, и испарительница хлебов, появился в Творогово только в прошлом году. Кстати, он единственный за Уралом, названный именно в честь этого образа. Спарительница хлебов, значит, спаряет, то есть помогает. Дело спорится, от слова спорится дело. То есть помогает вот те, кто прибегает к этой иконе, о помощи в том, чтобы в огороде все росло. То есть все, что связано с земледелием. Актуальная помощь, да, именно деревенская такая, прибегая к этому образу. И то, что вот именно здесь, вот где у нас поля, да, вот засеянные пшеницей, все это очень для нас полезно и нужно. Двор у храма необычный. На его территории, словно в монастыре, есть небольшой огород. Здесь капуста, лук и другие овощи. Все это отец Роман выращивает совместно с прихожанами. Также тут растут кедры. Священник шутит, что за свои 35 лет все успел. И деревья высадил, и храм построил, и даже пятерых детей родил. Сегодня храм был залит солнечным светом, что еще больше добавляло царившей вокруг атмосфере умиротворенности. А недавно в церкви произошла загадочная вещь. Для нашего храма написали икону Серафима Саровского, преподобного нашего отца. Я написал батюшка, иконописец и романах Лука по просьбе наших прихожан. И вот мы думали, куда бы установить этот образ святой. И решили, что вот так как Серафима Саровского икона чуть побольше, чем Николая, Николая сюда или сюда поставим. Но когда снял образ святого Николая, то на стене был явно виден силуэт головы его. Я вот понял, что все-таки не просто так. И, видимо, святитель показывает, что здесь ему место, и не надо его трогать. Батюшка показывает тыльную сторону иконы. Она абсолютно чистая. И остается непонятным, каким образом через дерево проступил на стену образ святого. Местный храм посещают в деревне многие. А в некоторых жителях, так же, как и в церковной семье, есть творческое начало. Людмила Иванцова показывает нам работы своего соседа-художника. Мужчина в деревне уже не живет, а вот его картины остались украшать местный клуб. Он меня за пять минут нарисовал. За пять минут. Я сидела в библиотеке, и он мне подает листок. Ну, как бы, ну, с просто карандашом. Это просто, как говорится, был идеальный художник. Ну, вот эти вот картины, вот лик нарисовал он. Это наша деревня, улица Нагорная. Поэта самая. Ну, он ходил, все, он любил очень старое. Старую деревню. В пасторальной живописи есть своя особая красота. От таких картин веет уютом, спокойствием и теплом. И жители Творогова всегда готовы им поделиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok